Все. Не урони руку, просунь туда. Покажи на часы. Возьми где-то. Лежи крепче. Там уже все включено. Руку проснуйте. Тоборница. Господи Божий наш, слава Тебе! И от нищей насытятся в асфаль от Господа, взыскающего, жива бы на сердца их век века. Слава Свою Сыну и Святому Духу! И ныне и присно и волей Тебе полами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитву Пречистоти Матери Всех Святых Твоей. Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милость сегодня и грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Вячеславися, грешим Господи. Прости меня, грешного, и помилуй. Я хочу дежурить сегодня вечером, а потом на другой день и утром. У нас были какие-то несогласовки. Меня сразу оповестить, что на первой, второй, третьей не сделали. Я буду смотреть. Никаких капризов не будет, но это все удалим. Оно само отпадет. Так, заходите сюда. Извините. Так, я не с тобой. Значит, сегодня самый короткий длинный день в году. Называется день летнего солнцестояния. 22 июня. Ровно в 4 часа Киев бомбили. И нам объявили, что началась война. В 45-м году. Это, считайте, сколько получается. Там 55, 65, 7. Уже, получается, 82 года. Это страшный день. Сегодня прямо показывает, почему такое было отступление. Потому что Сталин готовился напасть первые, но отложил на две недели. Опоздал. И насчет игрового нападения было бы там. Это все уже доказано. Не только Таризун доказал Александр, там Виктор Суворов. Сегодня уже все историки говорят. И уже всем солдатам выдали разговорники немецкие. Знали, что будет, но на чужой территории. На своей никто не думал. 4,5 миллионов первые не отдали пленных. В мировой истории не было более позорной войны, чтобы так платили за каждого солдата их по 5-6 человек. Ну, это не военная стратегия. Просто скажем, Бог нас помиловал. Мы родились не в то время. Я родился. Какие-то сейчас дают документы, что дети войны. Я в 39-й. Два года было всего. Вот такое время будет. Пять дней будет примерно стоять. Завтра одинаково, послезавтра. А потом день начнет убывать. И вот сколько у нас до этого. Мы две недели жили. Вот от того, как убывать начинает две недели, мы начнем сразу прибавлять по полчаса. Вставать уже не в 5, а в 5-30. И вот так. Кто остается, те увидят где-то. Мы за солнцем будем идти. А мы как в 4-40 вставали, так и будем. Я сейчас ездил на первый мостик, посмотрел. История такова. Я почти приехал. Переодеваю рубашку. У меня всегда с собой карандаши, бумаги. В костюме. Костюма нет. В кармане. Брики постирали. У кого они, у кого нет. И наконец я нашел еще. Нашел отрывок коры одной. И на коре написал. Караем. Я узнал, сколько у нас там завезено. Вот. Уже обработано. Вот. 145. 145 они осмолили. Вот как. Смотри, какой я нашел. Четко записано. 145. Здесь лежит у нас запасных 24. Этих, которые здесь вверху 100. Этих 145. А здесь 110 или что? Да, 110. 110. Итого 255. Свай мы туда завезли. 255 и дома еще 24. Ну, в общем. Почему мы так щедры? Потому что все дело в Романе. Роман подвел вас. Он с такой скоростью работал, что мы не успевали смотреть и считать. С такой легкостью. И каждый на 4 отпилить. Это нам бы хватило хлебать с солеными еще до весны. И он все это сделал буквально 2-3 дня. Значит, на завтра мы хотим начать, не дожидаясь, когда с понедельника будет нет гульдозер. Ставим. Для этого есть такая журчалка. Она свергнет. И вставлять так, где возможно. Я уже договорился. Роман заезжает к нам часов 7. Чуть пораньше. Потом рано придем. Поедим. Я уже дежурить не смогу утром. Вот. Забрать все кувалды. Сейчас кучу собрать. На всякий случай можно пилу взять. Он на машине заедет. Ну, что там еще нам надо делать? Он возьмем свою пилу. Топор возьми. Топор обязательно взять надо. Молоток, гвозди. Молоток, гвозди взять. Разные, большие какие есть. Поищи где. И мы выйдем на первом мосте. Хотя бы немного начать. Посмотреть, как у нас будет получаться. А как он придет, тогда мы уже развернемся на полную мощь. Сейчас гляжу. Огромные бочки. Видели он ездит? Которые закачивают в пруду. А там воды не было. Они еще уже подняли. Он пользуется тому. Опрыскатель какой по поляне. То есть, уже мы пожираем плоды. Этого озерка не было. Выходите. Что-то хоть столько нападает в крысье. Пожалуйста. Вот какая-то кора. Кора клёна. Я не думал где. Ходил, ходил по берегу. Искал, искал. Наконец нашел. Историческое данное. Да. Сходил, я записал сегодня. Оливия играла. Там где. Они тут диваны огромные наставили. Не могу подобраться. Еще в нее. Затылок только вижу. И она меня поняла. Ирина там звербла. Матрасы маленькие. А тогда хоть маленько сбоку. Там залезы. И играют. Я не понимаю ничего в музыке. Но хорошее от плохого. От рок-музыки отличаю. Трогательное. Я даже представляю какая погода была в то время. Как на него действовало. У меня воображение на это. Ну как играет. Как она этим. Добавляет размышления и прочее. Видно, что не расцветали яблони и груши. Попали туманы надрипают. Тут другие чувства. Вот записал. Насчет аборта у меня не заводился. Ушел. Второе. Сегодня наколотили. Покажи где эти. Вот. В чашечку дай-ка. Так. Стали добываться. Каким образом? Ваня. А Ваня кто тебе разрешил? Галина Алексеевна. Так ли это? Да. Без разрешения, без благословения это сделали. Это неправильно. А вы же сказали нагевать. А. Вы же сами не сказали. Я еще сказал. Разделить вот эти вот. Больше ничего не говорил. Знаете, я говорю. Да, я слышал. Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их поняли. Есть у одного умного человека такое выражение. Я за свои слова. Я сказал, вот эти вот лежат. Разделите их. Для них процесс колки. Они, каждая девочка, она ходит в пенек, стоят. И посмотри, сколько удалось. Она ищет потом. А это в голову она пожует. Беды-то никакой нет. Увидите, имейте ввиду. Спросите и разрешите. Перешила. Поняли? Я знаю, что вам надо. Им надо вот это вот. Когда они добывают. Платочек, где? Вот сюда. Так. У меня в других, что ли? Щихнул в руки. Беги в руки, мой. В умывальнике. В умывальнике мыло не трогать, кто моется. Оно вам не нужно. Намылить не может смылить. Вот берет вот только, перекручивает его. Толстым слоем мыло. А выглядит совершенно чистое. Это научили, но не рассказали. Не трогать мыло. Мыло, которое там в мазуте или где-то. Бывает, ну, грязь где-то там. Пололит там еще можно. А это, ты размощен. Все это отошло. Так сегодня такой день. Печальный. И вы это имейте ввиду. Научите ценить вот это мирное время. Что нет войны. Война если будет, все изменится. Тем более нынче. В один день. Мы вот это вспоминать будем. Вот так вот обнял бы, поцеловал. Нет. Ничего этого не будет. Сейчас вы садитесь. Да. Я вас буду обслуживать. Пожалуйста. Давай. Так. Что первое. Укладки. На второе. Ворошника. Солевой. А здесь ухо зелень. Смотри. Ну ладно. Кому половина. Сразу показывайте. Кому целая. Я буду целая. Первое ешьте. Ешьте полную. Хорошо. Половину сейчас на шару. Сух очень хороший. Мужчина. Мужчина. Первое ешьте. Мужчина. Берите. Так. Ложки всем хотела? Дежурный ложка. Лед есть. Я ему хотела. Что там пришлось. Ложки у всех здесь девушки. Девический стол. Ложки. Ну никита я там поставлю. Половина. Не трогай. Три половинки. Мужчина. Еще одну. Так, сейчас. Что хлеба нет? Ложку не дали. А как же так? Еще ложечку. Ешьте с молитвой, на стол не наклоняйтесь. Давай Ване и этому, половиночку сейчас. Половиночку или Ване? Это Ване половинку и Илюше. Ваня не половинку, он трусит. Ваня полную, полную давай. Ну добавили бы. Ешь половинку. Меньше нельзя, меньше половинку не берем. Тарасул. Так, все, этот стол обслужили. Ешьте с молитвой. Так, сейчас я половинкам дам. Давай, ешьте половинку. Пожалуйста. Ещё две сидят. Третья. Три половинки, рядышком. И так, чашки-то, как кошачьи черепушки. С кем половинкам? Кому? Я совсем чашку. Никите и мне, можете принести квасу. Это мы разбавим его отбором. Так. Дальше две целых. Давай. Целая? Ты не будешь совсем? Ну смотрите. А половинку, да? Кому половинку? Так. Дашь и целая давайте. Целая и целая? Мне не надо целая. Наталья не целую половинку. Не будешь? Смотри. У нас не практикуется, чтобы первая не ела и вторая добавляла. Тогда ничего не бери. Я чуть чуть не ела. Или первая, а ты половинка хотя бы. Проши мало, мало. Проши. Проши, тебе целую или половинку? Целую. Половинку, на. Иначе ни второго, ни третьего не будет. Хоть маленько, давай. Ну там, тут где-то. Ну я просто дала маленько. Будем считать, что хватило. Да. Будем считать, что хватило. Давай, мы просадим. Да. Итаде. Я не жарю. Прося, настави нещерки. Мерли. Так, наливаем. Стоп. Полное, Ваня. Полное. 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 Давай, полное. 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 Не хватило. Вот так. Рыба. Полное. Держи, вспоминать будем золото, писать будешь. На второе. Это твердые бутыльки. Ничего тут нету. Она остается, потому что уже застаренное растение. Тебе не давали вообще? Нет, мне второе. Полную? Нет, нет, чуть-чуть. Одну ложку. Рыбу будешь? Нет, нет. А, еще не надо? Рыбы не надо. Я наедаю. Полную, половинку. Нет, половинку. А у тебя нету пить вообще? Володя, половинку. Половинку. Давай. Так, второе. Целую. Целую. Половинку. Вот это просто целую. Половинку целую. Далее половиночку. Пожалуйста, так. Целую? Одну ложку и салатик. Одну ложку. Сейчас подождите, хлопцы. Бежите. Она дали. Рыбу не надо? Нет, не надо. Вот, смотри. Так, половинку. Тебе какую? Целую? Нет, одну ложку. Одну ложку. Одну ложку. Одну ложку? Одну ложку. Так, половинку. Так, половинку. Да, половинку целую бей. Все равно. Все равно. Тебе кто Reading. Две половинки. Второр. Пожалуйста. Светлоко. Рыбы, не надо. Тебе рыбу положить? Рыбу положить. О, одна икра, вообще шикарная. София, давай. Половинку или целую? Половинку с рыбой. Не надо, не надо. Так, пожалуйста. Так, второе, кому не дали. Так, давай сейчас. Так, половинку. Так, давай. Половинку. Без салата. Тепа, с рыбой? Без рыбы. Смотри, это половинка. Рыба, без салата. С Тепиной, С Тепиной. Это С Тепина? С Тепиной, рыбой не надо. Старайся, рыбу дать. Рыбу дать. В таком порядке я подойду. Сейчас я подойду. Что ты? Половинку, ножки салата. Ты это доешь? Доешь тогда. Я с водой могу. Если ты не доешь, что тебе надо? Воды. Половину. Воды ему надо. Воды. Воды. Сейчас тебе воды не положено. Не положено воды. Не грамма. Потому что все, какое с водой. Так. Все. Все, что ты не надо? Хлеба. Смотри, ты выпил? Не было. Пустая игрушка была. Это моя. Вань, не набейся. Вань, это моя игрушка. Сейчас. Сейчас. Делаю. Не суть разница. Бухлажер. 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 Так, береги себя. Давай, ешь, как говорят. И прямо, благодари Бога, скажи. Меня берегут, тебя берегут. Горячий. Ваня, горящий человек. Дай тебе еще другую. У него компота нет. У него нет компота. Он ненавиден. Кружки нет. Да, я не помню. Комбурку не хочешь. На третий пирог и ягода. На третий пирог и ягода. Так, третий пирог и ягода. Давай. Коля, и чай или ягода? Третий пирог и ягода. Сейчас сделаем. Сейчас. Третья половина. Если можешь, там эти орешки толкни. Давай, покатывай. Вообще. Сейчас. Так. Третья. Сейчас. annes. Давай, шашка. Сейчас, и дай мне листья. Давай. Давай, давай. Давай. Третья, София. Третья, София. Третья, Без ягодов, Без ягодов, Без ягодов. Полная порция, Балаби. Третья, 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 Третья? так это кому скорее илюша глотать вот такие пропадают пирожные сидит давится тремя ложками давай ешь вспоминать дорогой будешь так все у всех есть хлеба кому надо хлеб вот так вот показал и все молча ты гоняешь ее просто так пей через край быстрее или второе поле второе половинку такие работники такие оба сидят одинаково посмотри девчонки уже едят третий наедают вы только по второму приближаетесь интересно серахов говорит что обслуживает за стол получит похвалу вы же не знаете что это должен похвалу еще с обещанием обетования так видите первое наложили потом дальше все готово дело садитесь сами вот Вот посмотрите, первый раз, и сейчас, полное согласие, почему женщина вообще укрёков не делает, и всё пошёл как надо. Сейчас я забыл. Так, у меня где-то помидор, ягоды не нужны. У меня сумочка со своими сухарями, как у поберушки вы ищли. Я это люблю, размашивать сухари. Всё. Считай, нужно закончить всё. Отпускать её. С вопушкой дай-ка. А тебе что? Переворачивай. Ум, яхл. Не без яблок. Да? Как себе? Продолжение следует...